рада приветствовать всех на своем канале хочу вам показать сегодня уже готовый отшитый набор это китайский набор с алиэкспресс фирма joy sunday сейчас у них обложки с другим названием не знаю по какой причине но это одно и то же удобнее в этом наборе стал органайзер размер 40 на 22 это размер канвы 4 14 канва с принтом это дизайн компании вербаку скопирован у них вот такой вот классный органайзер теперь чем он неудобен есть номера ниток указаны номера порядковые органайзера и еще и количество пасм даже не количество пасма сколько необходимо вот 0 5 это значит 50 сантиметров я так поняла это метр два это количество метров насколько я поняла по соотношению с пасмами запас ниток 40 процентов 30 40 процентов вот сколько осталось схема достаточно комфортная я ей не пользовалась только для бэкстича но для тех кто будет отшивать на белой конве я думаю проблем не возникнет никаких бэкстича здесь мало но цветов используется достаточно много но в общем то допустим 327 на винограде вот и на баночке все 797 это вот оформление небольших отрезков это вот баночка вазочка кувшин подставки для яиц чашки и бидон бидончик и так в общем то до 414 очень мало вот на бантике и вот здесь и вот еще на ручке все на этом все и вот готовая работа класс я очень довольна этим набором мне он очень очень понравился и в отшиве и то что я вижу перед собой единственное изменение которое я внесла сейчас вам покажу я отшивала все по китайскому набор ничего не меняла вот крест и крест все никаких полукрестов я не делала не ничего не меняла цвета не меняла но после того как отшив я добавила одну ниточку полукрестом поверх крестов уже вышитых почему расскажу вам значит вот на схеме здесь не очень видно а на превью заметно вот смотрите идет тон светлее и тон темнее коричневый на полочке это у нас для тех кто будет отшивать такой же наборчик 21 и 25 как видите 976 и 38 26 они в принципе не отличаются а мне захотелось все таки оттенить и я взяла поверх 38 26 975 из другого набора китайского ниточку и вышила полукрест сейчас вам поближе покажу как это выглядит вот если вы что-то увидите вот видно да вот поверх крестов отшитых сделала полукрест в 975 цвет мне так казалось будет лучше она вам я советую сразу взять 975 и отшить 25 цвет этим цветом такая красивая работа осталось только постирать захотела вам показать как вот есть с нанесенным рисунком для тех кто не в курсе этот набивной рисунок он смывается холодной водой если смогу заснять как я буду смывать его я обязательно вам покажу вам покажу в этом видео но не обещаю покажу поближе очень уютный такой сюжет мне он очень давно нравился я люблю сюжеты вербака о компании так как они очень легкие в отшиве занял у меня отшив более месяца так как у меня были другие процессы такая отдыхалочка я совершенно не напрягалась получила огромное удовольствие от отшива и сейчас моя работа отправится на несколько часов в холодную воду и посмотрим что получится уже без разметки я думаю все будет очень хорошо для тех кто первый раз столкнулся с такими наборами у меня есть видео как вышивать по китайским наборам как их стирать сейчас в правом верхнем углу будет ссылочка на это видео заходите смотрите там я все подробно рассказываю сейчас я свою работу опускаю воду холодную воду на несколько часов по мере загрязнения воды я буду делать подмену как только окрасится вода коричнево-красные оттенки я поменяю воду и по итогам я вам уже скажу сколько мне потребовалось времени для того чтобы полностью принт сошел с вышивки прошло 10 минут и краски поплыли так что не пугайтесь все такое кажется что работа уже испорчена но пройдет еще часа два-три одна-две подмены воды и все будет отлично прошло 40 минут как видите краски еще больше потекли можно в общем-то начать наволноваться тот кто не в курсе что это все сойдет такие потеки жуткие образовываются зеленые коричневые красные но все это отмоется обязательно я вам покажу конечный результат но наверное уже часа через два и вот полтора часа прошло и вся разметка смылась с этим набором у меня как-то быстрее дело пошло потому что код леонардо когда я его вышивала разметка очень долго смывалась более трех часов там оставались еще красные следы от букв которые вот здесь расположены сверху и с правой стороны но как видите сейчас вам покажу все все отмылось вот здесь вся разметка сошла даже вот здесь вот красным цветом и вот это это самые такие яркие краски которые отходят в самую последнюю очередь все отстиралась теперь осталось прополоснуть или в мыльной воде или необычно добавляю капельку ваниша освежает очень работу у меня здесь еще осталось небольшой след от подсумуха вот здесь вот и все это ваниш отлично отстирывает никакие цвета ниток ничего с ними не происходит от ваниша кто-то боится что цвета сойдут это отбеливательно добавляю капельку ваниша и все все нитки в полном порядке остаются мне нравится как он освежает работу и я в общем то и пока другое средство не применяю можно воспользоваться каким-нибудь мягким средством для вязаных тканей но это уже как вам как вы захотите можно просто мылом обычным мылом работа постирана отглажена очень все красиво получилось такой теплый сюжет мне очень нравится мои ждания оправдались я получила и вижу перед собой то что я и хотела видеть я довольна этим набором и как вы видели уже что принт смылся достаточно быстро в предыдущих наборах у меня не так все быстро получалось может потому что и набор был больше леонардо набор у меня по моему вообще сутки провел в воде но скажу точно что понадобилось более трех часов для того чтобы сошел принт а самые едкие краски красные они вообще у меня отошли уже целую ночь был набор в воде для этого набора понадобилось полтора часа и все я получила чистую канву без каких-либо видимых признаков там принта как вы видите здесь присутствуют светлые тона ниток ничего не окрасилось тот кто боится что нитки окрасятся в цвет принта такое не происходит поэтому не волнуйтесь это не первый мой набор который я отшивала китайский все отлично судить вам поэтому принимайте решение сами необходимо вам такой набор или можно без него обойтись для меня такие набор это отдыхалочки я когда не хочу как-то вникать в схему хочу просто отдохнуть просто вышивать и когда в принципе у меня нет такой возможности например вот я лето провела на даче и мне как-то неудобно с собой возить схемы и у меня есть кростич сага но здесь нет интернет какое-то время кростич сага работает и потом она отказывается обновляться и в общем там для того чтобы возобновить работу программы необходим интернет поэтому для того чтобы не заморачиваться вот у меня есть такие наборы которые просто берешь вышиваешь причем в любом месте где бы ты ни был там на улице я люблю вышивать в доме когда никогда не очень хорошее освещение тоже этот набор спасает так как не надо смотреть схему поэтому для меня эти наборы это вариант я конечно не вышиваю только китайские наборы но они присутствуют в моей вышивке не люблю иногда просто не отвлекаться и вышивать только их сейчас хочу вам показать поближе результат перед вами а вы делайте в выбор нужен вам такой набор или нет я никого ни к чему не призываю я просто делюсь своими впечатлениями может кому-то пригодится мой опыт а вам я желаю всего самого наилучшего и до скорых встреч на моем канале всем пока пока а вот я вот я вот